Срок был в марте, потом продлили, по-моему, на мае, потом, по-моему, на июнь. А теперь никто даже не показывается. Уклон пандуса должен быть 25%. И нам не пройти, и коляске не провести. То у них сварщик в отпуске, то у них еще что-то вечное причина. Так мы и остались без перила. Ну вот залез. Во-первых, она далековато, вы видите. Минск, Буденного 19. В декабре будет год, как идет капремонт. Хотя сроки подошли еще в марте. Но дело даже не в них. Работы выполнены спустя рукава. Побривали плинтуса. Запах, вы слышите, какой? Я ночами не сплю. Вы обещали, что канализацию прорвало? Начальник нашу карту позвала. Одного, второго никто не слушает. Поэтому объекту уже привлечено к ответственности. Восемь инженеров, подрядчик направлен документ на приостановку сертификатов и аттестатов в соответствии. Только вот людям от этого не легче. Очень слабое предпроектное обследование жилых домов. Проектная документация очень низкого качества. При начале капитального ремонта не согласовываются отдельные вопросы с жильцами, что приводит к социальной напряженности на отдельных объектах. На место вызвали подрядчика и исполнителя работы. Что они скажут в свое оправдание и что пообещают? Расскажем позже. А вот Гомель, проспект Ленина, 25 и 27. В этих домах капремонт начался одновременно год назад. Говорят, батареи поменяли только на днях. Когда убирали трубы, пол потолка вывалили. Практически. Наверное, когда вот такие следы остаются дома после строителей, не самое хорошее впечатление они складываются. Я с вами согласен. Это придется самим людям красить? Установительная работа согласно проекту местах прохождения сетей происходит по проекту за счет средств капитального ремонта. Раствор сам по себе в любом случае не менее суток должен высохнуть. После чего его можно зачищать, убирать вот эти остатки, которые произвели. То есть, по сути дела, завтра уже это можно убрать? Это можно, да, остановиться и убирать. Людей старшего возраста беспокоит появление дополнительных ступенек. Сложно ходить. Но без этого никак. По нормам пожарной безопасности пришлось увеличить дверной проем снизу, чтобы не трогать несущую балку. Отсюда до ступеньки. Нормы пожарной безопасности лучше соблюсти и не экспериментировать. Дом послевоенный, а перекрытие деревянное. Интересуемся, на что же были потрачены деньги, если столько недовольных. На эти деньги произведена замена системы отопления, замена утеплительным техническом этаже. За эти деньги произведена замена системы водоотведения, канализации. Замена сетей холодного водоснабжения. Выполняются замены сетей электроснабжения. В доме уберут и газовые колонки, которые сами по себе не очень безопасны и организуют централизованную подачу горячей воды. Зайдем в соседний дом. Вот этот арт-объект жители получили после старта капитального ремонта. Вот обратите внимание, вверху свежей краской отмечена территория, где были заменены электросети, а вот здесь менялись трубы. И так сложилось, что строители обязаны отремонтировать только тот участок в подъезде, который разрушили сами. Весь остальной ремонт проводится за счет жителей. Но, видимо, никто из жильцов об этом не знает, не проинформировали. Поэтому подъезд с 1948 года ни разу не обновлялся. Да, чтобы закончили побыстрее ремонт. Потому что уже длится, уже *** сколько. Ну, начиная с ноября, по-моему, прошлого года. Надежда, местная активистка, говорит, первое, что заставило волноваться, треск панелей дома по ночам. Потом почернели обои. За 15 лет 11 раз сделали ремонт в квартире. Позже обнаружили трещины в фундаменте. И пошла переписка с местными властями. Встречи и, наконец, капитальный ремонт пришел и к ним. Воды горячие здесь вообще уже 15 лет я живу. Это большая проблема. Ее просто не существует. И мне власти говорят, мы вам предоставляем скидку 10%. Что она составляет в месяц от 40 до 60 копеек. А я говорю, мне не нужна ваша скидка. Мне нужна горячая вода. Оно и понятно, ведь она – мать четырех детей. Рада, что хотя бы частично добилась своего. Но два нерешенных вопроса все же остались. Мы решили сами спросить об этом в организации, курирующей капитальный ремонт. То, что там были какие-то трещины, они уже устаревшие. Значит, никакой они сейчас опасности для проживания не представляют. А в этих трещинах? То есть, ну, они не страшны. Поскольку в договоре указано, что фундамент не был укреплен, то это не страшно. Ну, я… Вот проектная документация. Вот заключение. Я вам цитирую то, что есть. Безопасно не жить в этом доме? Ну, у нас никаких опасений. Как у заказчиков по реализации этого проекта не вызывает. Если бы у вас дома тепло-холодная, но не вода. Ну, тоже возмущался. Мы этот вопрос сейчас рассматриваем. Рассматриваем. Если есть техническая возможность, чтобы глобально все это не переделывать, то да. Таких домов у нас по городу Гомеля, не помню, по-моему, больше двухсот. Возвращаемся в Минский двор Набуденова. Приехал представитель подрядчика, чтобы объяснить происходящее. Спрашиваем, почему ремонт выполнен так нехорошо. Ряд проблемных вопросов. Вот это начиная с специалистов, которые выполняют работы. То есть, у нас есть на самом деле нехватка квалифицированных рабочих, которые производят работы несовременно. Выделяются денежные средства на закупку материалов. Ну, и в комплексе, скажем так, совокупности, мы получаем плохой результат. Конечно же, мы этот вопрос в ближайшее время с руководителем разберем. Когда, если конкретно? Две недели, ну, максимум три. Все недостатки будут устранены. Проезжая часть не входит в ремонт капитального объекта. Замена лавочки будет выполнена за счет ЖЭО, у сплочивающей организации. А дорога будет проведена в надлежащее состояние за счет средств благоустройства. До конца года они это сделают. Этого года. То есть, осень еще придется ходить с резинами в сапогах? Да, будет небольшой какой-то дискомфорт. Что касается невозможности жильцов дома высказаться и рассказать о капитальных проблемах подрядчику, ее мы решили. Вы у меня какали под окнами нашими. Да, вы мускуализацию сделали. Меняли, да. О том, что есть проблемы в сфере капремонта, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства знают. Предпринимают меры, чтобы оградить людей от недобросовестных подрядчиков. Иногда в кооперации с другими ведомствами. Но пока сложно сказать, насколько это работает. На основании конкурса выбирает подрядчика, исходя из оптимальной стоимости, выполнения работ. И не всегда тот, который побеждает в этом конкурсе, способен, может быть, выполнить данные работы в установленные проектом и договором сроки. Было принято решение Министерством архитектуры и строительства в части создания перечня недобросовестных подрядчиков. Приходя из черного списка, заказчик уже видит, что этот подрядчик может оказаться недобросовестным. В Министерстве отмечают, что за прошлый год программа капремонта не выполнена. Хочется верить, что в этом году история не повторится. На капремонт в стране выделяется более 350 миллионов рублей. Из них 65% – деньги из республиканского бюджета. И этот объем ежегодно растет. Отчислять на капремонт мы начали только с 1999 года. А жилищный фонд стареет. И как отмечают опять же в Министерстве ЖКХ, вопрос сегодня не только в своевременном выделении денег, но и в организации самого процесса, минимизации затрат, грамотной экономии. И, конечно, есть вопросы в выстраивании диалога с людьми. Он, как показывает практика, решает все. И в этом мы убедились. В главном эфире Ксения Лебедева Александр Берецкий, Владимир Тиханович и Николай Муха.